всем привет сегодня новый выпуск посвящен он сборке модели я 12 артиллерийский трактор тягач вот за кадром склеил кабину так как были мелкие детали и думаю что это не очень так интересно с мелкотней возиться клеить и плюс неудобно снимать вот так вот получилась кабина панель приборов ручка переключения передач педали одну приклеиваю здесь будут сиденье также были масками покрыты стекла с одной стороны использовал томиевский скотч с другой стороны жидкие маски от фирмы вайдер также собрал кузов были приклеены детали фототравления вот пришлось конечно повозиться дыно и еще не стал приклеить потому что будет все грунтоваться и краситься по отдельности и потом уже приклеить дверцы сзади будут закрыты вообще модель двух вариантов делается либо открытые дверцы задние либо закрытые ну и также если есть желание можно сделать покрытым его но я этого не буду делать местный сделал только дуги приклеил и все дальше как видите уже приготовил все грунтование закрепил на зубочистках и использовал вот это суперская клеящая масса вот такого цвета закрепил все держится превосходно вот так же двери были собраны у меня также где-то использовал жидкие маски где-то обычный томиевский скотч вот все готовы грунтование использовать буду а мамик серая грунтовка grey prime 2002 номер я ее уже потрес все буду взливать в аэрограф и распылять давление где-то 1 6 тире 2 вот приступаю а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Добавил субтитры DimaTorzok Грунтовка легла очень хорошо и вообще мне миговская грунтовка очень нравится потому что нет никаких с ней проблем очень хорошая укрывистость давление, правда, где-то 2,2 отдела потому что ее не разбавляю и поэтому давление должно быть довольно-таки хорошее так же гусеницы все прогрунтовые они все двигаются вот эти ролики не стал покрывать так как они очень мелкие и окрашивать их не составит проблему уже буду окрашивать прям в таком состоянии дальше что еще было сделано это покрыл жидкой маской от Wilder выхлопную трубу и вал для того чтобы можно было покрасить вот эти поперечные детали вот прям из-за аэрографа ну и не закрасить то что уже было покрашено рычаги и вот эту коробку не знаю что это, наверное, где находятся аккумуляторы вот, а крашу уже непосредственно тоже так же здесь заделаю масками, подставлю карточками в общем ничего не будет испорчено вы все сможете увидеть сами дальше это все подсохнет и приступлю к покраске для нанесения пришейдинга буду использовать краску Tami X18 я наношу краску так, чтобы затенить те места где должна быть тень несознависимо от того, как будет падать свет в основном я покрываю темной краской те места которые находятся в швах, в стыках деталей то есть где реально может возникать темное место так же я покрываю подкрылки и другие элементы кузова так же я наношу аэрографом краску так чтобы те места были не слишком затемненными то есть прям приглушенный темный свет этого будет достаточно потому что я считаю, что если сделать очень темное место сильно прям его прокрасит то оно будет выделяться сквозь базовый цвет я погружу и ест с этим но не знаю, все белые мига так же теплая мига то есть теперь-то это это Дальше на кабине я прокрашиваю сначала заднюю стенку снаружи. Также прокрашиваем элементы фототравления. Решетка заднего стекла. Крашиваем интерьер кабины. Также углы на панели приборов. Углы между сиденьями. Что касается внешней стороны кузова, то прокрашиваю рамку вокруг окна. Верхняя и по бокам, не пропуская и оставляя при этом симметрию, чтобы и слева и справа был одинаково затемнен тот или иной участок. Субтитры сделал DimaTorzok Также к затемнению подвергаются решетки по бокам моторного отсека и также решетку спереди радиатора. Ну и конечно не нужно забывать про решетку, которая находится на фаре. Защитная решетка. Что касается элементов двери, то также проходим по краям. И дальше уже проходим сами дверные откосы, рамку вокруг окна, ручку. Нужно все эти элементы проработать. Ну и при этом все это выделится, когда уже будет наноситься смывка. Смывка подчеркнет все детали экстерьера и интерьера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда такие модели попадают в руки, то необходимо его сделать. Также топливные баки. В тракторе E12 их два. Также затемнел сливная горловина, как вы увидели. И также вот такой получился кузов. Боковые ящики. Прошел все швы, дверцы. Задняя часть. Ну и снизу. Подскамейное пространство. Все уголки, швы и так далее были затемнены. Также вот такими получились двери. Вот так у меня получилась крыша. Затемненные края, которые выполнены из фототравления. В общем, вот так все хорошо получилось. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...